Девушки отдыхают В первом периоде получил 2 минуты штраф Такой момент сейчас И первая шайба в воротах Алексея Мурыгина 1-0 Адмирал выходит вперед Открывает счет в этом матче И делает первый шаг Очень важный шаг К выходу В плей-офф Он пробил наверняка За два контрольных матча Неплохой перевод И гол в шайбе в воротах Великолепно разыгранная комбинация И Петер Врано принимает Поздравление Как он на паузе Уложил Яну Ланца И из бэкэнда шайбу отправил В ворота донецкого клуба 3-1 Разогнался Кетов Автор шайбы Народа Еремеева А сейчас Кетов Сделал точную передачу На Панарина 2-2 Все у нас одни и те же отличаются Да? Одни и те же зрения Кетов Завел шайбу в чужую зону Понял где должен находиться Панарин И сделал передачу Еще одна классная комбинация И все разыграно Как по нотам 3-1 Емель Гол 6-2 Плэд бросает поворотом Блестящая шайба 1-1 Вот это гол Гол Внимание, как глубоко подключаются игроки обороны и как помогают они нападающим, тем временем открывает Витязь счет Вечеслав Солодухин, великолепную передачу получает, оставалось лишь подставить клюшку и с этой задачей Солодухин справился 1-0 в пользу Витязя. Большинство не получается наладить команду, пропускает принятый комплекте, и вот забиты получаются, но в всякой серии приходит конец, и вот сейчас большинство использовали Костин, это у них 30-я юбилейная шаба, забитая в большинстве, и Югра опять ведет. Усев сместился в центр, бросил и попал в дальнюю девятую. Здесь у Нижегородцев 21-й Максим Осипов, 69-й Сергей Твердохлебов, а также 15-й Алексей Подюков, 19-й Роман Коньков, и 89-й Алексей Потапов, и Нижегородцы очень быстро открывают счет в этом матче, используя численное большинство. Вот так вот Антипильстрим не обязательно совсем удалился в чужой зоне, и показывает нам крупным планом Дениса Паршина, который, собственно... Дениса Паршина 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 Паршина